В Беларуси вступили в силу изменения в постановление о системе регулирования цен. Уточнены подходы к административным процедурам. Расширен список случаев, которые не требуют согласования повышения отпускной стоимости и порядок включения отдельных расходов в сумму. Все новации направлены на снятие неясности и разночтение. Главная цель неизменна. Ценообразование должно быть справедливым. Все работники школ, начиная от сельских и заканчивая городскими, будут обеспечены горячим питанием за счет бюджетных средств. Об этом заявил министр образования. Внимание окажут и ученикам. Сейчас проходит пилотный проект по организации питания. В нем участвует 21 учебное заведение. Суть в том, чтобы сделать оптимальное меню по вкусу ребят. Для строительства жилья в 2023 в стране планируют использовать 1,6 млрд рублей кредитных денег. Большая часть из них пойдет на субсидии для погашения процентов и основного долга. Увеличены и суммы на льготные кредиты. Беларусьбанк должен выделить более 343 млн рублей, что в два раза больше, чем в минувшем году. Оценивать адвокатов на профпригодность будет комиссия по этике. В нее войдут представители всех территориальных коллегий. Мониторинговая группа начнет работу уже в этом году. Продолжится практика бесплатной юридической помощи. На личных встречах и онлайн-консультациях специалисты дадут разъяснения по вопросам, которые не требуют ознакомления с документами. В субботу в Беларусь придет похолодание. Погоду будет определять холодная влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ночью местами днем во многих районах республики пройдет небольшой снег, ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедится. Столбик термометра опустится до минус 11.